Посланники мира. Это выставочный проект московского художника-анималиста Сергея Строганова. Он был создан к году экологии, но эта тема актуальна на все времена, ведь она посвящена вымирающим видам животных. О чем говорят рисунки, обрамленные в картинные рамы, расскажет Елена Хромова. Анималистический жанр уходит корнями в глубокое прошлое. Первые рисунки на стенах пещер – это изображение животных. Тогда люди жили в гармонии с природой, понимая ее законы и не вредя ей. К этому своими работами призывает и Сергей Строганов. Не уничтожать, а сохранять. Главная работа, которая и даже на афише у меня появилась, и она послужила и названием «Посланники мира», это вот дальневосточный леопард, который посылает человечеству такого голубя мира и, можно сказать, предлагает перемирие мир с людьми. Выставка – настоящая премьера в России, и первыми, кто ее увидит, будут тамбовчане. До этого проект был представлен в Лондоне. Художник знает повадки животных и изображает их в поэтической манере. Все работы выполнены карандашом. Этот инструмент требует кропотливости и усидчивости. На создание рисунка формат А2 уходит не меньше двух-трех недель. Взять хотя бы попугая. Его автор рисовал больше месяца. По полтора заточенных карандаша на каждый цвет. Да и фактура бумаги диктовала свои правила. Мне необходимо создать так, чтобы не было подложки. И карандаш закрасил весь фон, вернее, всю фактуру животного целиком. Соответственно, он получается такой гладкий. И отсюда, вот, с краю непонятно, что это. Карандаш, постер, там, я не знаю, компьютерная графика. Каждая работа – история. Каждое животное – почти легенда. Этот триптих стал отправной точкой для создания выставочного проекта. «Не вижу, не слышу, не говорю». В основе представители красной книги – амурский тигр, панда и дальневосточный леопард. Слон и носорог также в эпицентре событий. По вине охотников погибло не одна тысяча этих животных. Бивни и рога которых ценятся на рынке и у знахарей. Это африканский белый носорог. И пока, когда она уже была нарисована, пришло известие, что умер последний южный белый африканский носорог. То есть при нашей с вами жизни уже исчез этот вид, который вот остался на бумаге. Работы подкупают эмоциональным восприятием изображенного. Каждый образ обладает своим характером. Это и лукавство, и очарование, и стремление к жизни, и боязни одиночества. Всё как у людей. Посланники мира будут ждать своих посетителей всё лето. За это время у каждого будет возможность убедиться в том, что в искусстве возможно всё, и карандаш также может стать живым отражением животного мира. Елена Хромова, Александр Позняков, Ольга Кириллова. Область новостей. Субтитры создавал DimaTorzok